Где-то там существует легендарная северная страна. Найти к ней дорогу непросто, но я подскажу. Ее название – Гиперборея, а если ты последуешь за северными ветрами, то сможешь добраться до нее в максимально короткие сроки. Страна открыта для игроков силой выше 4800, а придя к кампании, можно и объединиться. Стань там постоянным жителем и не забудь дорогу! Всем привет, друзья! С наступающим Новым Годом! Как обычно, по классике, мы завершаем этот год роликом о топе всех вышедших ГМ этого года. Поехали! Сначала вкратце их обсудим, естественно, потом уже срезюмирую концовочку и все остальное прочее, как обычно. Итак, первый ГМ января вишкару, медленная мана, наносит 190% фору на всем врагам, призывает паразитов, впитывает атаки, атаки наносят дополнительный урон. В общем-то, этот ГМ не загребился нигде, по моему мнению, кроме как на очень быстрых войнах, и то не у всех. Поэтому не будем на каждом герое непосредственно делать много внимания, потому что вы за прошедшуюся году должны прекрасно понимать, что какой ГМ из себя представляет. Я же просто делаю свой личный топ. Далее ГМ февраля Айрес уже с быстрой маной, наносит хороший урон, и наносит она по трем целям. Это снимает усиление с цели каждый ход, когда проходит этот самый ход. Это очень полезное мнение, то есть бафнуться просто так в некоторых случаях не получится. И наносит дополнительный урон огню. В целом достойный ГМ, двигаемся дальше. Следующий ГМ Марта за Грок. Средняя мана носит 430% урона цели, по ближайшим по 215%. Атака обходит все различные усиливающие заклинания, типа контратаки или бафы защиты. И герой получает 20% маны, если обходит эту усиливающую защиту. Одно из особенностей этого ГМа в том, что он может уклоняться, и в том, что когда он наносит урон и обходит атаку, то он максимум может добавить только 20% маны за одну атаку. То есть если 3 цели бафаны у соперника, и вы все 3 обходите, то в любом случае получите только 20% маны. В целом этого все равно достаточно, чтобы сделать героя, ну получается, шестикомневым после этого всего. А, поэтому мы двигаемся дальше. Сильвария ГМ Апреля. Первоапрельская шутка или нет, однако, очень похожая на Теллурию. Цели ближайшие враги получают средства защиты, обычные 34%, не максимальные. После этого она наносит одной цели 350% урона. При этом еще призывает для всех союзников небольших миньончиков. В целом, герой, наверное, полезный, но, естественно, не во всех случаях. То есть, как-то она, не знаю, мне показалось, что больше так вот уже потихонечку начинает уходить, как Теллурия. Но все-таки пока немножечко еще держится. Двигаемся дальше. ГМ Майя Кара. Это, по-моему, первый ГМ, если я не ошибаюсь, это у меня в башке уже кавардак, который именно ГМ имеет таунт. Таунт. Все очень просто. На 4 хода накладывается таунт. Она еще и паладин, то есть, тупо танкующий таунт. При этом она еще получает 74% дефа от ульты. И все союзники, кроме героя, апают атаку. То есть, ну, очень максимально полезный герой. Я думаю, он используется всеми очень и очень много. И повсеместно, и сейчас, и тогда. И увитомление надо выключить. Если ты не можешь купить акцию на территории РФ, то Хищный Гарант тебе поможет. Его гарантии это сотни и сотен только положительных отзывов. Канал, где каждый день выкладываются новые цены. Я сотрудничаю с ним уже более полугода. Вежливое общение и отношение к каждому клиенту. Бесплатные подарки в виде акций и розыгрышей. Отдельные черные дни, когда у него скидки на покупку. Ну и, конечно же, качество и честность гарантируются лично мной. Подпишись на донат у енота или напиши ему самому. Плюс, покупая акции у него, вы помогаете копеечкой и мне. Так как я с этого имею небольшой заработок. Все ссылки на Хищного Гаранта и его канал есть в описании под этим видео. Итак, гейм июня уже. Арфаниас. Это, кстати, тот один из геймов, который мне упал в этом году прошедшем быстро. Ман наносит, в принципе, отличный урон, если у врага очень много маны ближе к фулу, естественно. И при этом герой получает уклончик, который может очень сильно повлиять, скажем, на весь бой. То есть, в целом он может выстоять в соло против двух, примерно, героев врага. Поэтому этого героя не стоит, естественно, недооценивать. Потому что у него еще и класс Разбойник. То есть, он может и по Разбойнику уклониться, и по своей ульте. Плюс наносит хороший точечный урон. Так что его обязательно со счетов не списываем. ГМ июля Клаерн. А тут я долго застряться вообще не буду. Медленная мана наносит небольшой урон по всем врагам. Все враги получают урон водой. И, в общем-то, ничего полезного в этом гейме я не увидел. Поэтому просто идем дальше. ГМ Августа. Тахир с быстрой маной наносит 525% урона, если у цели уже есть какой-нибудь негативный эффектик. При этом, если Тахир не шотает эту цель, то по бокам от него враги получают еще и кровотечение. 336 урона, что, в принципе, превращается там под 400 за три хода. В принципе, очень полезный герой, особенно учитывая класса Рейнджер, который может обойти также защитные различные навыки или контратаку. Грейс. Быстрая мана. Это у нас гейм сентября, если что на минутку. Наносит 285% форума цели. И цели враги приблизительно не могут накладывать насмешку на врагов или союзников. А также еще и защиту против особых навыков получают цели ближайшие враги. Короче, в целом, герой такой вышел, ну, годный, да. То есть, ну, опять-таки, под определенные связки. То есть, просто так сама по себе она и хер чего сделает. Ей обязательно нужен тот, кто также бьет по трем целям, кто срезает броню. В общем-то, все вот в этом духе. И, кстати, Грейс тоже немного похожа на ту же самую семью с Сильварией и Телурией. Видимо, они из одной семьи. Гэм октября Келедана, который я вообще пропустил, я в этот месяц не играл. Почитал, что она делает. Медленная хилка, которая при овер-хпшке на себя и ближайших врагов дает им неснимаемые баф защиты. В целом, герой, наверное, полезный. Но, опять-таки, только на режимах ОБ. Потому что, ну, вряд ли, очень вряд ли, что в обычном бою вы успеете ее зарядить. И она будет как-то полезна. Тем более, что она это делает не на всех, а только на ближайших союзников. Поэтому двигаемся дальше. Гэм ноября. Морк, с которого я тоже похерачил вообще полностью. Я его не застал. Средняя мана. 400% форума цели. И по 200% ближайшим врагам. Цель получает 1, минус 24% к регену маны основная, по которой бьете. И также сокращает максимальное здоровье ближайших целей врагов на 400. В целом, ничего сверхъестественного у Моркса нету. Поэтому идем дальше. Такой средний проходной ГМ был. И последний ГМ этого года. Декабря Балур. На которого я выпускал рецензию. Средняя мана. 450% форума цели. Цель получает кровотечение. 252 на 3 хода. И в общем-то, нихера полезного в Балуре я вообще не увидел. За счетом того, что он может воскреснуть и сдохнуть. Воскреснуть и сдохнуть. Снова воскреснуть и снова сдохнуть. Ну, как-то так. Итак, как я расположил места ГМов. 12 место. Клаерн. ГМ. Июля. 11 место. Балур. ГМ. Декабря. 10 место. Вишкару. ГМ. Января. 9 место. Келедана. ГМ. Октября. 8 место. Морокс. ГМ. Ноября. 7 место. Загрог. ГМ. Марта. 6 место. Сильвария. ГМ. Апреля. Пятое место. Айрис. ГМ. Февраля. Четвертое место. Арфаниас. ГМ. Июня. Третье место. Кара. ГМ. Майя. Второе место. Грейс. ГМ. Сентября. И первое место, как вы уже могли догадаться, Тахир. ГМ. Августа. Я посчитал его самым полезным из всех этих героев. В общем-то, таким образом они расположились у меня, по моему мнению. И ты можешь и будешь и имеешь право быть несогласен, естественно. Но подумай, как бы ты расположил топ вот этих вот уходящих ГМов 22 года. И обязательно напиши это в комментариях. А на смену им буквально через день придут уже и другие. Да. Хотел бы сказать, что не менее интересные. Но все мы понимаем, что ГМ это ГМ. Им очень далеко до метовых героев из событий. Поэтому нас ждут хорошие герои и говно. Таков их удел. На этой ноте заканчивается мой последний ролик в этом году. В этом году произошло до хера всего и хорошего и плохого. Поэтому я буду максимально краток. Поздравляю вас всех с наступающим или наступившим уже 2023 годом. Желаю вам всего самого наилучшего. И в этом году я не буду отличаться какими-то там, не знаю, фразами, заумными или еще чего-то. Просто пожелаю того, чего нужно вам. Это самое главное. Особенно, особенно сейчас. Вот. Да и в принципе всегда оно так было. Собственно, на этом, наверное, будем прощаться. Всем еще раз респектую. Всем большое спасибо, что были со мной на протяжении этого года. Всем большое спасибо за поддержку на обычных прохождениях роликов различных игр. Это для меня очень важно. Ну и увидимся с вами уже в 2023 году. Дальше 2023. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok